Девушки отдыхают 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 для того, чтобы показать, что вам вообще предстоит со мной сделать. Вы готовы? Я... Да. Да-да-да-да. Как-то оно на вид очень неаппетитно. Давай сюда. Будешь пробовать? Буду. А что ж? Ну-ну. Со вкусом проблемы. Твердый, сухой. Остановись. Есть над чем работать. За час мы приготовим два замечательных блюда из болгарского перца. И они будут с разными начинками и с разными способами приготовления. Первое. Сытный, ароматный, настоящий фаршированный перец. Им вы сможете с легкостью накормить как всю семью, так и любимого мужчину. И второе блюдо – это свежий перец, фаршированный творогом, авокадо и фисташками. Эта легкая закуска с приятным сливочным вкусом сделает любой стол праздничным. Мне очень нравится то, что я уже слышу. Аниточка, а я думаю, что ты немножко волнуешься, потому что ты чувствуешь приближение кулинарного теста. О, боже. Помнишь? Угу. Эктор Хименес Браво учил Аниту перед самым Новым годом готовить буженину. Совершенно верно. Сколько людей подошло ко мне и сказали, что готовили по этому рецепту. Наденька. Спасибо вам большое. Здесь у меня есть пять вопросов кулинарного теста, которые подготовил Сергей в соответствии с основными этапами приготовления блюда. Вы, пожалуйста, отвечайте вместе с Анитой. Возможно, вы повторяли те же ошибки в приготовлении, что и она. А может быть, знаете больше. Первый вопрос кулинарного теста. Что сделать с перцами, чтобы они не трескались во время фаршировки? Подморозить, проколоть в нескольких местах, замочить в молоке, обварить. Я думаю, что его необходимо проколоть. Ответ неправильный. Правильно мы узнаем в процессе. Второй вопрос кулинарного теста. Как подготовить рис для начинки, чтобы она не выпадала из перца во время готовки? Оставить сырым. Рис. Обдать кипятком. Сварить до полуготовности. Сварить до готовности. А ты как делала? Я его чуть-чуть приваривала. И думаешь, это правильно? Я уверена, что это правильно. Правильный ответ. Третий вопрос кулинарного теста. Что добавить в начинку, чтобы она не была вязкой? Куриное яйцо, сливочное масло, сметану, воду. Сметанку люблю, поэтому давайте-ка добавим сметанку. К сожалению, ответ неправильный. А мне кажется, ты радуешься. Чему? Нам будет о чем с тобой поговорить дальше. Четвертый вопрос кулинарного теста. Как соединить рис, овощи и фарш, чтобы начинка не была сухой? Смешать все вместе. Смешать фарш с овощами, а потом добавить рис. Смешать рис с фаршем, а потом добавить овощи. Выложить начинку слоями. Я думаю, что нужно все смешать. Ну, я так делала. К сожалению, многие так делают, но это неправильный ответ. Пятый вопрос кулинарного теста. 20 минут, 2,5 часа, 40-50 минут или 90 минут, то есть полтора часа. Как ты делала? Я старалась, поэтому полтора часа. Полтора часа, 90 минут? Это интересная версия, но неправильная. Какая правильная, мы узнаем в процессе. У Аниты один правильный ответ. У вас, возможно, больше правильных вариантов. И тем не менее, Сергей сегодня раскроет секреты приготовления не только идеального традиционного фаршированного перца, но еще дополнительно расскажет, какие необыкновенные блюда можно из этого овоща приготовить. Кроме того, я не упущу возможности сфотографировать моих самых красивых друзей вместе с перцами. И сегодня я покажу вам, как правильно выбирать перцы разные сорта, чтобы вы никогда не допускали ошибок. И у нас будет три критерия, по которым мы будем выбирать. Свежесть, мясистость и цвет. Красный, зеленый и белый или желтый я купила по Сережиной просьбе. Сереж, а какого цвета лучше брать вообще перец? На самом деле, готовить можно из перцев любого цвета, но есть несколько особенностей, которые стоит учитывать. Эти два перца одного сорта. Желтый и красный. Это полностью созревшие перцы. Вот такие перцы лучше или запекать, или тушить. Запоминай. Я запоминаю. Есть еще зеленый перец. Он, в общем-то, относится к этому же сорту. Просто он еще не до конца созревший. То есть зеленый спелее, спелее. Сперва-то зеленый перец, а нет. Потом он на солнышке светлеет, становится вот таким беленьким. А если его еще оставить, у него есть шанс стать красным. Лучше всего такой перец есть сырым, использовать в салатах. Его снимают чуть раньше, до созревания. Вкус будет слишком пресный и ненасыщенный. Такой перец будет горьким в вашем блюде. А если все-таки такой перец попался, и вот никакого другого нет? Чтобы снять возможную горечь, я могу порекомендовать очистить такой перец от плодоножки семян. И немного его замариновать, минут на 10, в слабом уксусном растворе. На 500 мл воды необходима 1 столовая ложка уксуса 3%. Итак, с цветом, по-моему, определились. Второй критерий – мясистость. Для тушения лучше всего брать сочные мясистые перцы, у которых толщина стенки может доходить аж до 1 см. Мясистость напрямую зависит от спелости перца. Вот именно он зеленый. Стенки не очень толстые, то есть, когда он созреет, они будут толще. Если вы возьмете перец с тонкой стенкой, блюдо получится водянистым. Для сравнения, теперь я предлагаю посмотреть на тот же самый перец, который когда-то был зеленый, а теперь стал красный. Ого! Стенки у этого перца толще и достигают примерно 1 см. А как же определять эту мясистость, Сереж, если я не разрезаю перец? Это зависит от веса и это зависит от размера. Есть примерное понимание, сколько должен весить хороший мясистый перец. И это примерно 5 штук на 1 кг. Только это почти 200 граммов, а одна перчина. Необходимо обращать внимание на размер. То есть размер имеет значение? До 6 см это маленькие перцы, а вот от 6 до 10 см это самый подходящий размер для того, чтобы их фаршировать. И последний признак у нас свежесть. Когда Андрей Бабаев учил нас во все буду добры выбирать свежий болгарский перец, он говорил, обращайте внимание на плодоножку. Плодоножка должна быть зеленой. Мало того, если ее вот так вот разрезать, вон капельки, то есть она еще сочная. Перец сорвали недавно. И тут же его продают. То есть вот этот не подойдет? Видно, что сухой, да. В период от 7 до 14 дней, после того, как он был сорван, перец практически полностью теряет все свои товарные качества. Ты можешь буквально на ощупь понять разницу. Да. Этот более такой вялый, а этот более упругенький. Все-таки этот получше. Итак, при выборе болгарского перца для фарширования или приготовления других блюд ориентируйтесь на три критерия. Перец должен быть свежим. Во-первых, это можно определить по его внешнему виду, упругости, а также по плодоножке, которая должна оставаться сочной. Во-вторых, перец должен быть мясистым. Если вы видите два перца приблизительно одинакового размера, то тот, который тяжелее, тот более мясистый. И третий критерий – это размер болгарского перца. Для фарширования выбирайте болгарский перец размером от 6 до 10 сантиметров. И что немаловажно именно с точки зрения приготовления, никогда не готовьте вместе вот такой большой и вот маленький перец. Этот уже превратится в кашу, большой перец еще будет сырым. И у нас будет пять красных перцев для фаршировки, три желтых и два зеленых для фаршировки перцев творогом и авокадо. Итак, для фаршированных перцев возьмите рис, свинину, говядину, помидоры, морковь, лук, чеснок, петрушку, сметану, соль, перец, сахар, растительное масло, сливочное масло. Мы подготовим сразу перцы для двух блюд. Болгарский перец я уже предварительно помыла. Значит, теперь его нужно почистить. Я вспоминаю нашу встречу с Винченци Барбо, когда мы готовили на природе овощи-гриль. Он научил меня необыкновенно простому, я бы даже сказала веселому способу, очистить перец безо всяких инструментов, кроме руки. Анита, сейчас сразу же получится. Давай. Берешь палец и пальцем продавливаешь плодоножку перца внутрь. Аккуратненько. Слушай, а мне всегда интересно было, как отрезать его так или так, или выковыривать. Ну, а теперь, когда ты аккуратно просунула туда, ты так же аккуратно высовываешь его оттуда. И все. Гениально. Ну, а там внутри остались семечки, которые нужно вот так вот вытрусить. Класс. Я хочу показать свой способ. Берем острый нож и подрезаем плодоножку по диаметру. Рукой чуть-чуть быстрее, а ножом чуть более аккуратнее. И так работают оба метода. Нам нужно почистить все перцы, но надо еще проверить перепонки, чтобы не было белых перепонок, они бывают горчат. Все очень просто, пальцами оторвали ее, получается очень легко. Я вижу, я думаю, что и у вас остались пару-тройку семян. Лучше перец промыть, потому что тогда мы будем уверены, что блюдо не будет горчить. Семена могут дать эту горечь. Именно такой, чистый, без перепонок, без семян, помытый, прекрасный перец должен у вас получиться, а значит и получится хорошее блюдо.